Вот, пожалуйста, все как идет. Вот подмыло мою ограду всю. Вот вода пошла в дом. Вот, смотрите, все размыло. Это не наводнение 2014-го. Это летом 2019-го прошел обычный до этого времени года ливень. При усадебном участке дома 111-А по улице Тургенева, а заодно и его подвал, за лето реки ливневой воды затапливали три раза. Все случаи водяного разгула семейная чета сняла на телефон. Это вот мы приехали как раз в администрацию. Пошел ливень. Вот мы приехали. Вода вся со всего Чуйского бежит к нам. Бежит к нам в дом, во двор. У нас дом два раза затапливал под пол. То есть, ну, сырой еще. Как зиму нам зимовать, неизвестно. Сейчас начнется весна. Опять же, вся она прямиком побежит опять к нам. К нам куда? В дом и в огород. В огороде, то есть, не посадить толком ничего. Там они, бежут, желтые масляничные круги ходят по всему огороду. Для кого-то долгожданный ремонт улицы Шишкова обернулся для собственников дома по улице Тургенева большими неприятностями. Проектом ремонта Чуйского тракта предусмотрен ливневый накопитель и установлен в районе Первой почты. Но вода до него просто не доходит. Теряется по дороге. Вот оно, знаете, вот отсюда, прям через эти она вся потекла. И вот тут вот как стояла, я так провалилась. Снова мы тут паново подсыпали и осела. То было вот так вот вместе все, это все уже осело. За лето пришлось во дворе налаживать мостки, чтобы грязь не месеть. А вот урожай пострадал, сгнил на корню. Вода зашла и в подпол. Так вот банки плавали, естественно, сколько она там. Я ее не смерила. Потому что вот она, она. Ну, сушить-то мы сушим постепенно, но не так полностью, естественно. Верх где-то подсыхает, а где-то еще нет. Ирина показывает уровень подъема воды на участке. Впечатляет. И это еще при том, что затяжных, обильных дождей в этом году не было. И осень сухая. Но впереди зима. А весной снег начнет таять. И объем воды будет в разы больше. Кстати, 11А – не единственный дом на улице Тургенева, который страдает от потерявшейся воды. Она подбывает мне дорогу. Мне домой заезжать тяжело. Там получается целый орык. Вот это самое место, где вода теряется. Жители говорят, что просили дорожников сделать небольшой асфальтовый отбойник. Но те, сославшись на проект, отказались. Мол, сдадим дорогу, тогда и решайте свои проблемы. Вот так вот шел, как отбойничек. И она вода вот так и шла туда. Она и уходила в ту сторону. Они вот там и поставили. Только теперь-то она, видите, она как вот так оттуда идет. И вот так вот так и пошла. Ну вот сами видите уже, насколько она вымала всю эту улицу. Чтобы хоть как-то спасти свой участок от воды, Виктор Кучеренко еще в прошлом году начал строить возле своего дома бетонный бордюр. Место низкое. Тут всегда сыро и грязь. Даже сейчас, с учетом, что почти месяц не было дождей. Здесь даже дети ходят. Весна. Они здесь в лужи и падают. Вот сделал тропинку. Им они ходят по тропинке. Они даже учителя ходят и благодарят. Спасибо, хоть сделали тропинку. Говорят, что... Я не знаю даже. У жителей Тургенева есть конкретные предложения по решению проблемы. Сточные канавы с отведением в ближайшую парковую зону или восстановление отбойника на пресечение Шишкова-Тургенева. Но администрация продолжает держать ситуацию на контроле. А между тем по этой улице ходит школьный автобус. А осенью один из дождичков подморозит. И спуск-подъем превратится в ледяную катушку. Стоит ли говорить о том, что здесь будет твориться весной? Марина Волкова, Сергей Даровских, Будни.